Привет! Привет-привет-привет-привет-привет! Привет, солнышко! Привет! Как твои дела? Надеюсь, у тебя всё-всё-всё-всё хорошо И надеюсь, что у тебя хорошее настроение Как ты видишь, мы с тобой снова в лесу, снова в парке И так же ты можешь видеть, что сегодня с нами наш старый-старый добрый друг Тоскамчик Потому что я всё-таки подумала, что видео на наушники от телефона это, конечно, замечательно Но всё-таки у нас с вами тут АСМР, а не просто какие-то болтушечки, да? Но отвали, поэтому я решила, что всё-таки буду брать с собой Тоскамчик Да, мне не очень потом удобно совмещать звук Я это делаю либо по щелчку, либо по хлопку, но... Что поделать? Всё-таки надо ради тебя немножечко постараться, чтобы тебе было приятно И сладенько-сладенько засыпать Как видишь, я, кстати, накрасила ноготочки, да? Сегодня утром добралась я до этого дела Вот, решила всё-таки не лениться и немножечко, немножечко привести себя в порядок Я когда сюда ехала, у меня было так много мыслей в голове О чём с тобой поговорить Сейчас я вот минут десять сделала, никак не могла собраться с мыслями, ну да ладно Сейчас, наверное, начну о чём-нибудь говорить и мысли сами придут У меня, как видишь, уже так сильно отросли волосы Я их какое-то время назад, где-то примерно в апреле красила В такой красно-рыжий Но, конечно же, сейчас уже всё это смылось Вот, сейчас у меня, ну мне кажется, оттенок наиболее, наиболее приближенный к реальному, к моему настоящему А тут, как обычно, ездят велосипеды, но что поделать Я бы с удовольствием снимала видео дома, но я не могу Потому что вечером, когда всё затихает и уже не так шумно Я уже хочу спать и я вообще довольно рано ложусь спать У меня что-то типа режима в последнее время Вот, поэтому до вечера, до ночи я ждать не могу А утром или днём тоже не могу Потому что у меня прямо рядом с домом Вот где место для соседнего домика Там идёт стройка Поэтому, конечно же, это очень-очень громко К сожалению Вот, но я запланировала себе несколько простых видео Которые не очень длинные, но я смогу их снять, например, вечером Когда я ещё не настолько сильно хочу спать Поэтому, возможно, возможно, мы с тобой их запишем Вот, тут по-прежнему ползают всякие букашечки Я только недавно сняла с себя бука Это очень, конечно, для меня стрессовано Что поделать, что поделать Вчера вечером пересматривала свои старые видео Но, знаешь, не так, чтобы прям полностью смотреть Я просто нажимала, открывала Пару минуток посмотрела, закрыла Я, конечно, понимаю, что я себе порчу сама этим статистику Ну, да и хрен бы с ней, в общем-то Вот, и у меня что-то такая ностальгия Пробил, думаю, блин Какие классные видосы Такие, не знаю, вдохновляющие Прям как-то очень захотелось снова снимать Ой, какая-то букашечка на меня хотела сесть Я, кстати, сегодня опять взяла с собой термос с кофе Сейчас тебе покажу Вот тут он у меня на лавочке стоит Вот такая вот чашечка У нее, правда, крышечка уже немножко сломалась Но пока что еще держится Поэтому я с радостью ей пользуюсь Вот, и, короче, я сделала остановку Я сделала остановку на глоток кофе И открыла крышку То есть мне вот этот вот носик А прям полностью ее отвинтило Такая стою, пью А вот потом что-то задумалась Стою, держу эту чашку И у меня сверху с дерева какая-то шишка падает Прям туда в кофе Я думаю, ну ладно, хорошо Попью кофе с шишкой Нет, ну я, конечно же, ее вытащила вот Но это было забавно Ладно, надеюсь, мой кофе ничем не заразился И все с ним хорошо По идее, кстати, с этой ветрозащитой Можем теперь не бояться ветра Потому что она должна эти звуки очень хорошо заглушать Ну я надеюсь, во всяком случае Да, это вообще ветрозащита Она у меня просто Я ее, знаете, использую, как говорится И в хвост, и в криву Вот, она у меня для этого микрофончика И также я ее использую с микрофончиком Плюети Потому что у меня нет отдельной ветрозащиты для Плюети Я даже не знаю почему Ну я просто ее не заказывала, не покупала Поэтому я вот использую вот эту одну на всех Да И она немножко на него не подходит На Плюети Я имею ввиду, она для него маловато Вот Но в целом Всякие там задувания и прочее Она очень хорошо заглушает Поэтому меня устраивает Вот Может когда-нибудь, когда-нибудь я Соберусь и куплю себе другую ветрозащиту Какой-нибудь поп-фильтр Ну пока что меня и так все устраивает Вот Вроде звук хороший Никто не жалуется И ладно Я кстати 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 Хотела Записать Видео АСМР На Плюети Как в старые добрые времена Но АСМР на него не получится записывать Я вот на него сейчас записываю Ветсплеи По 74 Я в сообществе Тебе выкладывала ссылку Если интересно Можешь зайти посмотреть Да Я буду очень рада Так вот Я на него записываю Ветсплеи Но У него почему-то В последнее время Такой шум появляется Знаешь Вот не вот этот вот Белый фоновый шум А Как такой Ультразвук Что ли Я даже не знаю Как это назвать И Соответственно Я его Вырезаю Но За счет того Что это Голос Довольно громкий Ну а как бы Тихий Да Но все равно Обычный голос То Когда я вырезаю Вот этот звук Он Это не искажает голос Я попробовала Записать шепот И Когда я вырезаю этот звук То шепот Очень сильно искажает Шепот вообще Гораздо сложнее Обрабатывать Вот Я даже не знаю Ну во много-много-много-много Раз Вот Поэтому Я-то хотела Как в старые добрые времена Помнишь Еще где-то Года три назад В самом начале канала У нас были видео Где я сидела Болтала За блюети И Вот так вот Кисточкой по нему водила Вот Но к сожалению Пока что Не будет Таких видео Потому что Ну как я сказала Звук обработать Невозможно Шепот Именно Вот Я даже не знаю В чем проблема Это проблема В компьютере Или это проблема В блюете Или в проводе Или в чем Я вообще Без понятия Извини Я тут Немножко Начинаю Быстрее говорить Почему-то И Перехожу на голос Я сейчас буду говорить Немножко Помедленнее Чтобы контролировать Это Так что Да К сожалению Видео на блюети Им на АСМР видео Не будет Хотя Мне очень обидно От этого У него очень хороший звук И мне очень нравится Они У Тоскама тоже Классный звук Мне нравится Но наверное Блюети Мне чуть-чуть больше нравится Ну в общем Ладно Что-то я Еще хотела тебе рассказать Но я сейчас Уже не помню Я в прошлый раз Здесь Записала Еще одно Видео Но я не знаю Буду ли я Выкладывать Потому что Все-таки Звук Звук На Микрофончик От наушников Ну мне нравится Не так сильно Кстати Если ты Задаешься Вопросом Куда я вот Постоянно смотрю Тут просто Летает Маленькая пчелка И Ну Обыляет Наверное Цветочки Вот Я За ней Наблюдаю Просто Она такая Миленькая Пухленькая Я вообще На самом деле Люблю все Пухленькое Пухленькие Котики Пухленькие Пчелки Пухленькие Игрушечки Я вот иногда Так прерываюсь Потому что Велики проезжают И Некоторые Очень громкие Это Знаешь Такие Спортивные Велосипеды Которые Вот эти Велосипедисты Они даже Одеты В Такую Вело Очень Быстрые Это Я Знаешь Такая Типа В обычной Городской одежде Ну да ладно Что бы еще Такого тебе Рассказать Я даже Не знаю Вот я говорю Когда я Я еще днем Когда собиралась В смысле Дома Там Готовилась Кофе Там Переодевалась Вот это все У меня было столько Идей Столько Мыслей Которые Я хотела Тебе Рассказать А сейчас Вообще Ничего Не могу Вспомнить Все Мысли Вылетели Из головы Как же Так Что же Делать Что же Делать О чем бы нам С тобой Поговорить Ой Мух Прилетел У них Кстати Очень интересный Вот этот Носик Такой Хопоток Уйди Пожалуйста Уходи Не хочу Что бы ты сидел Рядом со мной Я тебя боюсь Кстати Про насекомых Вот Я их вообще Не люблю Но Все таки Я Ну У меня нет такого Что например Там в дом Забежал какой-нибудь Паучок Я там его Радостно Тапком Прихлопнула Нет Я их обычно Стараюсь Живыми Отпускать Потому что Ну Они же как бы живые Да Они не виноваты В том что они мне не нравятся Поэтому Я всегда либо Прошу мужа Чтобы он их Вынес на улицу Либо Если например Мужа нету А надо его Срочно Вынес на улицу Я Ну так сказать Собираюсь Беру Всю волю В кулак И Сама их Сажаю там На какую-нибудь бумажку И Выкидываю Вот Ну Это конечно Для меня Очень большой стресс Но Убивать их Я совершенно не хочу Я против этого Потому что Ну опять таки Да Они Как бы Маленькие Да Они не виноваты В том что Я их не люблю И они хотят жить У них там свои какие-то Дела Какие-то Цели в жизни Да Вот Поэтому Я считаю что Каждый 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 Зверёчек Заслуживает Жизни Даже если он мне не нравится Сейчас Велик Очень быстро проехал Опять тут Мух сидит Давай уходи 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 Мух Понравился ему Мой велик Такой толстенький Мух Ладно Пусть ползает Главное чтобы ко мне Не подходил Вот Вот так Вот так Вот так Немножечко разлёпанное Потому что Я вчера вечером Помыла голову А я всегда Мою голову Вечером Перед сном Ну мне так удобнее Я с утра Вообще не люблю этим заниматься Мне Не нравится Не знаю Вот поэтому Я всегда делаю это с вечера И Как правило Чаще всего Я ложусь спать С мокрой головой Я знаю Что это Не очень полезно Для волосиков Но Ну что поделать Ну что поделать Поэтому Я Вчера ещё Было очень-очень жарко Днём Было 34 градуса Вот Для меня это вообще Просто Жарище И Я на ночь Сделала косичку Чтобы Сейчас секундочку Я Взяла микрофон В другую Лапку Потому что Да Немножечко устала Так вот Что я говорила Я забыла Я вчера Сделала косичку Потому что Было очень-очень жарко С косичкой Спать не так жарко И вот они у меня Вот так вот Немножко Закрутились Сейчас уже почти не видно Они так вот Ну Выпрямились Но Тем не менее Я тут Перепробовала Очень-очень-очень Много Много Всяких разных Жампуней Бальзамов Для волос И всего Такого Вот Мне кажется Наконец-то Нашла Бальзамчик И жампунь Который мне Подходит Потому что У меня вообще Идеальная длина волос Это Примерно Вот такая То есть На такой длине Они себя чувствуют Хорошо Они такие вот Живые Упругие Не знаю как сказать Вот Когда они вырастают Больше Но длиннее Им конечно Уже тяжело То есть Им не хватает увлажнения И я Как бы А я не знаю Как их увлажнять Потому что Всякие бальзамы Маски Я это все делаю Но это Ничего не помогает И у меня Всякие там Сыворотки Масла Что только нету Но Как бы Это не работает То есть Волосам все равно Не хватает Увлажнения Вот Конечно Конечно Я понимаю Что Одного Только внешнего ухода Недостаточно И нужны еще Всякие витамины Да Чтобы Организм Изнутри Было Чем питать Не знаю Кожу Волосы Ногти И так далее Я пью Я пью Витаминки Это Знаете Такая штука Типа Такой Порошочек И там Как бы Содержатся Разные Витамины Вещества Типа Я вижу Результат Я уже не знаю С чем это связано Да Связано ли это Вот с этими Витаминами Но Я как бы чувствую Что и ногти стали Гораздо более прочные И кожа стала лучше И волосы В принципе Тоже То есть они Как бы сейчас такие Они немножечко Немножечко Суховатые Но По крайней мере Они здоровые Да То есть они там Не секутся Не ломаются Ничего Вот я думаю Влажнения Как нибудь Ну Доберем Когда нибудь Вот В крайнем случае Я подстригусь И Начну заново Отращивать Вот Эти мне Как бы мне нравятся Они довольно быстро Выросли И вроде У них даже В общем-то Неплохое Довольно хорошее Хорошее состояние Да Тут Кстати До того Как я Начала запись Была Очень интересная Птичка Я тебе даже Не смогу повторить Как она пела Но Очень необычная Я такое Никогда Не слышала Тут По-прежнему Ползает Этот мух По По моему Фелику Ну да ладно Ну да ладно 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 У меня Очень-очень-очень-очень-очень Очень-очень-очень-очень Большие перепады Температуры Вот Хорошо Что я Ну Независимая Как это называется Метеозависимость Или что-то типа того то есть я не очень сильно реагирую на погоду мне как бы в принципе комфортно вот, а так конечно было бы вообще наверное очень не очень, как говорится для меня 30 градусов это уже очень жарко да, для меня 30 градусов и тем более 34 это уже очень-очень жарко вот единственное, что я плохо переношу это жару я, ну у меня сразу плохо у меня начинает голова болеть кружится вот, и то есть ну вообще такое как-то вареное состояние то есть я гораздо лучше переношу холод, потому что ну когда холодно, ты можешь там какой-нибудь дополнительный гофт надеть, да, и как бы нормально будет а когда жарко что ты сделаешь, кожу уже себя не снимешь, поэтому да холод я люблю гораздо больше я себя так неловко чувствую на самом деле потому что проезжают велики некоторые просто проезжают а некоторые смотрят а я тут за этой меховой штукой сижу я как-то у меня так неловкая если честно, ну да ладно вот вообще я я не люблю быть одна, да я не люблю куда-то ходить одна то есть мне гораздо комфортнее мне гораздо комфортнее когда я хожу куда-то с кем-то вот а когда я одна куда-то хожу у меня какое-то такое внутреннее ощущение какой-то какой-то неловкости что-ли я не знаю почему вот но я сейчас как-то приучаю себя к тому, что нужно быть самодостаточным вот да конечно знаешь я многое бы хотела тебе рассказать но даже не то, что я считаю это очень личным а скорее просто ну как-то не хочется на канале что-ли об этом говорить я даже не знаю вот такой ветерочек приятный да тут кстати я же наверное не рассказывала тебе да есть ли в горы здесь недалеко есть горы ну собственно Альпы и там ну разные маленькие горные городочки вот мы уже несколько раз ездили в один город он называется гармеш партенкирхен гармеш 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 партенкирхен да это такой довольно маленький горный городок очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень уютный да вот, там еще озеро есть но это надо чуть подальше поехать вот там все пчелка летает этот шмелик такой миленький я не знаю, кстати может быть будет слышно его жужжание но вряд ли, потому что он довольно далеко но относительно ну не знаю, посмотрим мне прям интересно как ты понимаешь, я звук не могу проверить потому что доскамчик не подключен к телефону и он записывает звук на карту памяти и естественно я смогу проверить звук только когда приду домой и перекину запись на компьютер да вот так я все думала, катала какие есть способы подключить доскам к телефону, к айфону но что-то я ничего не нашла ну такого простого вот какие-то провода, еще что-то я все хочу зайти в медиамаркет и спросить прям у них да, какие есть возможности но не знаю в принципе мне пока и так хорошо я думала, что можно какую-нибудь петличку купить чтобы было удобнее потому что, конечно, гораздо-гораздо удобнее когда у тебя звук сразу идет вместе с изображением и тебе не надо еще там несколько минут его двигать и совмещать по хлопку конечно, это не то, чтобы прям очень много времени занимает но тем не менее но тем не менее это не очень удобно я хотела бы как можно больше упростить себе задачу слышишь? так классно я надеюсь, тебя слышно, птичек очень классно даже говорить ничего не хочется хочется просто посидеть, послушать кстати тут, кстати, есть одно такое типа поле и там еще помимо птичек слышно всяких разных я даже не знаю, честно говоря, кто это типа цикады или кузнечки а то меня тут насекомые со всех сторон облепили ну ладно вот и в общем на том поле всякие цикады кузнечики очень прям офигенный звук я все думала как-нибудь заснять видео в том поле но там дело в том, что как бы дорога идет и сразу по краям вот это поле и высокая трава и ну так как это велодорожка по сути я не уверена что как бы это будет хорошо там посреди нее останавливаться вот все-таки я буду мешать другим проезжающим вот ну я не знаю может быть я что-нибудь придумаю ну посмотрим кстати что еще хотела тебе рассказать чуть не забыла мы тут на выходных недавно гуляли тоже ездили и видели оленя представляешь настоящего оленя он короче шел по дорожке и перешел дорогу вот этот велосипед велосипедную дорожку и ушел куда-то там в кусты я его даже хотела сфоткать но он уже довольно далеко ушел и как бы я сфоткала но там ну плохо видно то есть не видно что это именно олень просто пятно какое-то вдалеке вот то есть если ты знаешь что это то конечно там разглядишь его попу а так ну непонятно вот но как бы ладно само по себе это было очень прикольно да как бы олень настоящий офигеть у меня кстати в Москве я жила рядом с лесом лосиный остров назывался если кто из Москвы тот может быть знает и там одно время было очень много лосей вот потом почему-то куда-то они все пропали но я помню мы тогда еще учились в школе и с на тот момент вот моей лучшей подружкой мы с ней гуляли и видели для лося прям буквально не знаю мы подошли к нему очень близко там другие люди тоже были и ну наверное на расстоянии там типа трех метров были может даже поближе вот там буквально несколько шагов и он был такой большой так знаете такая носяра лосиная вот все очень классно у меня была где-то фотка но я не знаю где она сейчас самолетик какой-то вертолетик летит я не знаю будет тебе услышано или нет давай на всякий случай я помолчу ну все вроде бы улетел да у меня кстати что-то с классиком вот с этим случилось я не знаю ну на камере конечно это не видно но он очень чешется немножечко опух я думаю что-то либо я красной рукой там где-то почесала либо какая-нибудь аллергия еще что-то вот я слышала что в таких случаях очень полезно заваривать чай по-моему черный вот именно черный чай брать вот этот чайный пакетик и вот так вот классику прикладывать вот типа народная медицина не знаю но я так делаю иногда но довольно редко вот думаю может если не пройдет если не пройдет то попробую так и сделать так и сделать черный чай пакетик черного чая так так да 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 некоторые велосипедисты прям так заглядывают смотрят чего я здесь делаю хотя с другой стороны я когда еду я тоже на людей которые мимо проходят или проезжают тоже смотрю но не потому что мне интересно что они делают а просто взгляд за них цепляется мне кстати недавно написала компания в которую я подавала заявку на работу они написали что да у них есть открытые вакансии и можем вас рассмотреть я пока что не хочу говорить что за компания кем я хочу работать потому что я не знаю я разгласить когда что ли не хочу то есть я наверное расскажу уже когда меня возьмут это прям работа я прям хотела туда хотела именно вот эту работу мне было очень интересно попробовать мне кажется это очень прикольно мне уже на самом деле очень не терпится тебе рассказать но опять таки да я пока не буду потому что ну хочу рассказать когда уже все будет 100% известно вот а то я не люблю когда так получается что ты вроде же это расскажешь а потом все по другому получится и как-то ну не знаю не люблю когда так происходит но я не знаю вот поэтому 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 расскажу тебе уже все когда ну когда все будет точно известно вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот ну что я как-бы не могу придумать чего бы еще тебе такого рассказать Потому что вроде бы я уже все рассказала Как там ветки очень подозрительно шуршат Ну да ладно Вот, вроде я уже все рассказала Мне кажется, что я хотела еще что-то рассказать Но я не могу вспомнить Ну да ладно, если что, зато будут темы для следующих видео Вот Я была очень рада с тобой встретиться С тобой поболтать Очень-очень мне тебя не хватало Вот Да, я желаю тебе хорошего дня Хорошего вечера И хорошего, конечно же, настроения Если ты смотришь это видео перед сном То тогда я желаю тебе спокойной ночи Сладеньких-сладеньких-сладеньких снов Закутывайся в тепленькое одеяльце Укладывайся поудобнее Закрывай свои прекрасные глазки И засыпай, засыпай, засыпай Так Спокойной ночи Сладких-сладких-сладких снов Пока Пока-пока-пока-пока-пока-пока Пока, солнышко До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok